Я понимаю, что Сталин был плохой диктатор, тиран, людоед. Да по мне он по отношению к собственному народу точно хуже, чем Гитлер по отношению к немцам. Это сто пудов. Но вопрос, а Черчилль был замечательный. И Рузвельт, который в лагеря загнал всех японцев, просто потому, что они японцы, наверное, тоже ангел. Которые были гражданами Америки в лагеря. Да, они этническими были японцами. В этом плане высылка немцев советских была ничуть не лучше, чем депортация в лагеря японцев Соединенных Штатов. Но у меня здесь вопрос. Воевали против Германии союзники Англия, Советский Союз и Америка. Запрещаем носить орден Ленина. Пурпурное сердце тоже запретим в Европе носить. Если да, я согласен. Ну, если такая логика, да, давайте запретим американские и британские награды носить на территории Европы. Нет, они же говорят, что войну... Ну, как это что? Сейчас же новая трактовка. Что Европа пострадала от двух тоталитарных режимов. Гитлера и Сталина, которые развязали оба войну. А все народы Европы, это такая невинная жертва. И по большому счету победили только англосаксы. Они чистые и красивые. Я бы даже сказал англый. А саксы проиграли. Сюда по Саксонии, где еще мой дедушка фарфоровые заводы брал в репарацию. И выясняется, что, в общем-то, надо признать равную вину, как от нас требуют Сталина и Гитлера. Почему сейчас все так любят говорить в пакте Молотова-Риббентропа, забывая, что Советский Союз был последний из европейских стран, которые подписали договор о ненападении с Германией. О Мюнхене только никто не говорит. Никто не говорит о Мюнхене, потому что это нехорошо. А значит, Чехословакия, который именно Сталин пытался предотвратить. А Польша, которая взяла во время этого раздела часть Чехословакии. Мягко говоря, не очень гуманными методами. И не пустила советские войска, которые хотели прийти на помощь Чехословакии через свою территорию. – Ой, ты знаешь, каждый помнит чужую бяку, а свою подлость отводит глаза и говорит, да о чем вы говорите. Ну, во-первых, если на то пошло, то Европа пострадала от двух тоталитарных режимов и двух демократических. Поскольку американские военные базы в Европе до сих пор. Если считать оккупацию Европы восточными советскими войсками, давайте считать оккупацию Западной Европы войсками Соединенных Штатов Америки. – Очень смешно, когда я злобенную тему говорю. Он говорит, нет, он говорит, это союзнические. Я говорю, хорошо, если это союзники, то скажи мне, пожалуйста, какие базы союзников находятся на территории США? Ну, тогда, казалось бы, разумно, правильно? – Брайтан Бич. – Да, есть американцы, у тебя находятся в Германии, наверное, есть какие-то части немецкие, которые находятся на территории США. Наступила неловкая пара. – Не, не правда, Злобин просто не знает. Я знаю. На территории США находится золотовалетный резерв Германии. – Это правда. – Фортинокс. – Это круче, чем воинская часть. – Да, и как мы все помним, они еще не уверены, продолжает ли он там находиться. Некоторые были громкие истории на эту тему. – Они пытались его вернуть, им сообщили, что он к ним не вернется. – Это так. И поэтому я не очень понимаю, какие… Понимаешь, вот Германия не пострадала в данном случае от американской оккупации? Вот у нее… Где немецкое золото? Где золото партии Борма? Ты понимаешь, в этой ситуации, да, Европу поделили, две сверхдержавы, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки на зоны влияния, на зоны контроля. Когда ты с Бушем говорил, с президентом, а тогда была мода такая, что во всех бедах Прибалтики винили Советский Союз. Я говорю, минуточку, давайте вспомним, что нахождение Прибалтийских республик, вежливо говоря, было на Ялтинской и Потсдамской конференции. Это подтверждено. Я уже не говорю о совещании о безопасности и сотрудничестве в Европе, в Хельсинском совещании. Это уже существует позже. Это уже совсем вот… Ну, вот поэтому давайте же смотреть. Что сказал тебе президент? Он сказал, что да, он сказал, что да, вы правы, что все страны-союзники несут равную ответственность за трагические судьбы Европы после военной.